Всех приветствую на канале Клетка, с вами Андрей Вассынин и Дима Киселёв, тренер по боксу и кикбоксингам, профессиональный тренер, чем отличие персонального тренера от групповых, потому что он специализируется на персональной тренировке, и я его поэтому пригласил в Таиланд, в данный момент я нахожусь в Таиланде, и он прилетел ко мне опять по всю дорогу, перелёт и всё остальное. И мы сейчас снимем по 2-3-4-5 видеоуроков про работу на лапах, сделаем акценты, раз для вас, любителей, кто пытается дома бежать лапы и не знает, как это делать. Для любителей и не любителей. И не любителей. Да, мы на всё сконцентрируемся на лапах. Ну, а сейчас начнём? Начнём сначала от самого главного, с чего должна начинаться строится вся работа на лапах. Все упражнения, которые я буду показывать в этом уроке, можно адаптировать как под новичков, так и не совсем под новичков. С этого нужно начинать. Это моё мнение и мнение многих людей. Первое упражнение, которое мы покажем с Андреем, оно называется «Ударная школа». Оно заключается в том, что я буду Андрею держать лапы под одиночный удар, и держать их буду правильно. Не как вы можете видеть это во многих залах, вот так вот широко, и человек бьёт неправильно и закрепляет удары неправильно. В итоге у него потом в бою не получается реализовать свои навыки. Мы будем бежать. Почему так нельзя бежать? А потому что направление... Почему нельзя бежать? Траектория удара... Андрей сам останавливался на своём канале, когда делал выпуски про работу на лапах. Траектория удара абсолютно неправильная. И в бою она не применима. Всё должно быть узко и в длине, да, как Андрей сказал. Но на эти нюансы мы не будем сейчас сильно останавливаться, потому что это уже было выложено. Теперь перейдём к, собственно говоря, упражнениям. Для начала мы просто будем ставить подставки под одиночный удар из дистанции. Вот, я слежу за этим, за направлением ударов. Как входит его удар, скользким или точным движением. Это очень важно, за этим должен следить тренер. Дышит ли Андрей или не дышит, да. Бьёт он сухо, бьём напрягать мышцу. Мы с ним можем делать движение, можем смещаться поначалу, чтобы он пристрелился. Мы делаем с ним все виды ударов. Тренеры боковые, афир-порт. Мы делаем это абсолютно спокойно сначала, чтобы он размял все свои сухожилия, подготовив мышцы. Вот вопрос у меня. Изначально надо начинать, если мы работаем с новичком, чтобы новичок начинал двигаться или достаточно просто стоять на место? Нет, новичок должен обязательно, когда он делает это упражнение, должен стоять статично. Потому что если он будет думать о передвижении, у него будет в голове каша. И он не сможет сконцентрироваться на самом главном, это постановка удара. И сейчас я новичок. Да, да. Андрей сейчас у нас новичок. Он просто отрабатывает удар. Я контролирую всю его цепочку ударов как тренер. Я смотрю, откуда начинается удар, как он идёт с ноги, как идёт по цепочке, как энергия его переходит. Зажат ли у него мышцы, дышит ли он или не дышит. И только потом я могу уже усложнять траекторию ударов. Поменять его чуть сверху. Добавить чуть-чуть вдох. И потом я только после этого могу добавить движение. Если опять же мой ученик, в данном случае Андрей, не ошибается. Плюс потом как сегодня я ещё могу добавить контрольной дистанции. Это просто выброс руки. Чтобы он ощущал и чувствовал, реагировал на моё движение. Не надо делать нелегких сложностей, просто простая реальность. Здесь чуть-чуть сделаем тоже замечание с моей точки зрения. Многие не понимают, когда видят, как работает тренер на лапах, для чего тренер выпрямляет переднюю руку. Он не делает для того, чтобы человек, который бьёт на лапах, шугался от этого удара или уклонялся. Это контроль дистанции. Что сейчас надо делать Дима? Он просто мне выпрямил ручку, проконтролировал. Я как бы не пугаюсь этого движения. Не пытаюсь что-то изобретить а-ля Майк Тесни. Он показывает, что я должен находиться на правильной дистанции. Он просто реагирует на моё движение. Учится это делать правильно, а не моргать. Да, очень часто бывает, что человек начинает держать лапы, ты ему просто, он стоит, да ты ему просто так накинул, а он что-то уже начинает как-то шарахаться. Это неправильно, это контроль дистанции. Поэтому не надо держать, делать вот такую ошибку на лапах, как Андрей. И туда лететь на оппонента, чтобы он зажимался. Он должен абсолютно расслабиться. То есть это можно сделать, если уже опытный бойц, его как и боец. Да, да, да. Подготовка идёт какая-то. Как фактически работа на лапах, это как уже спарринговая, фактически спарринг, то же самое спарринг. Да, да. А если мы уже говорим про уже уровень выше нашего ученика, мы можем изобразить что-то следующее с Андреем. Вот мы сместились. Я ему раз, где-то я ему ещё раз сказал. Где-то я ему более сложный угол атаки убедил. И он просто реагирует на мои движения. Более сложный угол атаки. Ничего сложного, просто мы все эти пункты совместили воендино. Но мы делаем всё фактически то же самое. И это и есть упражнение, которое называется ударная школа. Так же мы можем добавить работу по этажам, да? Так, сейчас, сейчас. Такой. Вот здесь, допустим, спортсмен ударил неправильно по лапах. Стоит переключать уже тут же на другой удар? Или надо лучше закрепить этот удар? Да. Вот я сейчас ударил неправильно реагировал. Да. У него появилось сарапывающее движение. Чаще всего, я говорю, ну как своим ученикам, даже если я первый раз работаю с человеком, неважно. Я говорю ещё раз. И он уже, если он, как сейчас Андрей попал, я ему уже потом ничего не делаю. То есть, чтобы человек ему мышцу закрепил правильный удар? Да, да, да. Потому что если он начинает делать это неправильно, это очень плохо. Я ему буду останавливаться на нюансе. Я говорю, доворачивай кулак, вкладывай. Ты не вкладываешь, допустим, в ведро, больше он сворачивает. Больше ищи угол под это направление ударов. И мы вот так вот и работаем над этим нюансом. Фактически, если мы берём новичка, мы можем просто один раунд подрабатывать. Один джек, да, вот только прямой удар. Да, да, да. Только боковые, а потом уже, когда человек уже начался, уже... Да, да. Мы уже вот переходим к этому продвинутому уровню, который мы сейчас показали. Другой удар. Да. Это и есть вот это очень важное упражнение ударная школа. После всего мы уже можем, когда человек уже либо новичок, мы опять же разделяем, либо это профессионал, мы уже можем перейти к повторным атакам. Это нам позволяет отработать удар ещё лучше. Допустим, мы берём право прямой удар. Он его сделает, и он его сдваивает. И с каждым ударом, с повторным, он исходит лучше. Опять же, тренер контролирует дистанцию. Он не позволяет ему подойти слишком близко. Как это может сейчас подойти слишком близко на второй удар? Да. И у него нету амплитуды удара. А здесь я ему вставляю, допустим, преграду. Да. В нём уже смазывает он или не смазывает. Да. Так же повторный боковой. Да. Я смотрю за его положением локтя на боковой чуть выше. Да. Да. Смотрю, царапающим движением ходит. Или точно по траектории. Вот. Вот сейчас абсолютно верно. Вот сейчас абсолютно верно. Да. Так же слева. Да. Очень хорошо. Да. Никогда правый боковой не убил. На лапах не работал. Только со мной. Да. Тоже вот я... Я так чуть-чуть буду ланять. Вот проработаю. Видите, передней рукой, как бы, контролирующую дистанцию. Вот он мне держит лаву, получается. Дима, а одной рукой он мне контролирует... Ну, как ты мне контролируешь, да, джек? Да. То есть это выставляется, чтобы вы понимали, ребят. Для контроля дистанции. Потому что некоторые... Если руки этой нету... Некоторые подходит... Некоторые подходит... Да. Он выставляет хоть на всю вытянутую руку, может... Я все равно дотянусь. Потому что лапа чуть-чуть ближе. Я еще подальше. Но я понимаю, вот он идет движение. Да. Так же с дальней руки. Положение вот этой моей руки учит использовать моего ученика, в данном случае Андрея, все его антропометрические данные в полную мощь. То есть, чтобы он бил не безамплитудно, как он это делал безамплитудно, здесь он ничего не вкладывает. А здесь он вкладывает и спину, и бедро. И полностью свой рычаг напрямляет. Так же без другой. Контролирует угол входа атак. Это очень важно. Мне нравится, когда так держать под апперкот, да, потому что многие, кто новичок начинает, я только держу через руку. Потому что так, как прямой, да, вот так вот. Вот эта рука, она не позволяет, то есть, как бы, знаете, когда петельку, да, должен пройти, туда ударить. Опять вот ставить, да, вот. Подвижем чуть-чуть помниже, держи ногу подвижем. То есть, я очень часто такое движение. В бою бывает часто, когда парня стоит, у вас уже где-то в голове это заложилось, да, раз, и через руку уже пробивает здесь. Очень хорош именно, как бы, для положения. Так же можно, и вот если сакцентироваться на этом нюансе, можешь бить боковой. Вот как бы, да, рамочку, рамочку, представляете, да. И Андреев уже понимает, как ему нужно закрутить его лыбка. О, вот это очень правильно Дима сказал. Да. Потому что многие бьют неправильно, они начинают вот так вести как-то руку. Да. То есть боковой уже сам по себе, по тротуаре боковой, то есть, вот уже движение сбоку. Да. То есть не вот так вот. Да, да. Еще очень важно, даже когда вот я со своими учениками сколько раз сталкиваюсь, если не помогают вот эти все нюансы донести до ученика правильный момент, то я ему говорю, я скидываю вот так вот лапой или не скидываю, я говорю, все имитирую. Я ему показываю на его же теле, как должен удар входить. И тогда мой ученик лучше гораздо понимает, как ему донести до цели тот или иной удар на теле. Потому что не все иногда понимают положение лап, особенно те, кто держит их неправильно. Как потом... Я особенно привык, когда кто-то друг друг другу держал. Да, да, да. Или как во многих школах, знаете, там, не буду говорить, это как в кудо, да, там, выступили в мешок лап, все разбежались, все забрали лапы и отрабатывают двойку. Я в смысле не говорю прям, как это, прям, я просто видел такие случаи. То есть это зависит все от тренера, насколько специализируется. Тренер имеет, я вообще, у меня щеки не работают на лапах, потому что это должен делать только тренер. Конечно, потому что он контролирует здесь все моменты. Здесь нужен очень опытный человек, иначе можно только навредить, как говорится. Ну и последнее сюда упражнение, которое можно отнести... Последнее упражнение просто. Да, это не повторные атаки, а сдвоенные. Мы начинаем менять направление ударов. Допустим, мы по договоренности уже заранее, он знает то, что он дает сначала право прямой, а затем право боковой. И ему вот, опять же, легче сагетироваться. Да, потом... Так же можно право прямой и право оперху. Да, хорошо. Отлично. Очень хорошо. То же самое левой рукой, левой прямой, левой боковой. Мы сдваиваем. Очень хорошо. У нас постановка ударов. Я также могу менять руки. Все эти упражнения только положительно сказываются на постановку удара. Именно такое упражнение, как удар на школу. Вот в этом комплексе. Ну, сейчас мы снимали как просто обзоры, чтобы вы понимали, как держать лапы. А не на то там, как я вкручиваю ногу. Как многие бывает оператор, что ноги не снимаешь. Ноги уже на самом деле столько нас снимали в YouTube, что можно просто посмотреть. Наша самая главная задача с Димой донести правильную информацию, если вы хотите научиться держать на лапах, работать на лапах со своим другом или если вы там только начинающий тренер. Как мои первые уроки. Посмотрите, вот эти уроки. И вы каждый раз будете, когда просматривать, что-то увидите нового. И научитесь правильно работать на лапах. С простого к сложному. Да, именно так. Ну и соответственно, кто там проживает ниже в Новгороде. Жалко, что я могу вот это немного. Приходим к Диме заниматься на лапах. Welcome. Все. Подписывайся на канал Клетка. На Инстаграм Андрей Басынь. На Инстаграм Диме Киселева. Каталисина там, конечно, я Инстаграм все раскручу. У нее только одно, знаете, только лапу, 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 лапу. Все, молодец. Спасибо тебе. Спасибо тебе. У нас еще будут уроки, так что там не выключаемся. Следим. Уже 13 минут. А ты говоришь, все, в один в один ролик. Спасибо.